Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вместе с тем, что некоторые кандидаты восприняли это как некую генеральную репетицию перед большими выборами, которые состоятся через год. Вместе с тем, это отрадно, конечно, когда высокая конкуренция. Результаты вы все знаете. В 0.35 9 сентября результаты выборов были определены. Победитель у нас известен. Избранным депутатом признан Андрей Князев. Он набрал 2154 голоса. Второе место занял Денис Гурьянов. За него проголосовало 583 избирателя. Третье место Илья Гуров. 359 голосов. 110 голосов у Павла Бронова. 103 у кандидата Алексея Глухова. Поэтому вот такие результаты. Остальные кандидаты вы тоже всю информацию знаете. Доведена своевременно. Что еще можно сказать о кандидатах? Почти 70% кандидатов это люди моложе 35 лет. Поэтому достаточно активность большую проявила в качестве кандидатов молодежи. Про явку еще скажу. Явку вы тоже знаете. 22,93%. Много это или мало? Для дополнительных выборов. В принципе для муниципальных выборов это достаточно большая явка. Мы знаем, что самая большая явка в стране у нас всегда на федеральный выбор. На выбор вышел должностного лица страны. На выбор президента. Потом чуть меньше явка на выбор в Государственной Думе. И соответственно чуть меньше выборов. Или примерно сопоставимая явка на выборах губернаторов вышелых должностных лиц субъектов. Меньше явка на выборах законодательных собраний. Обычно меньше всех ходят на выборы городских дум и представительных органов местного самоправления. И на дополнительные выборы естественно отличаются еще меньше явкой, чем основные все-таки. И плюс замещение мандата на непродолжительный срок. Но вместе с тем оказалось почти 23% избирателей приняли участие в голосовании. Напомню, что в 2015 году, когда были основные выборы, 27% ульяновцев приняли участие в том голосовании. Что касается, если сравнивать с дополнительными выборами, у нас практически каждый год, вот на протяжении работы городской думы 5-го созыва, у нас так или иначе кто-то выбывал из депутатского корпуса. И почти каждый год были дополнительные выборы. И всегда, за исключением 2016 и 2018 года, потому что в 2016 были выборы, совмещенные с выборами губернатора Госдумы, и в 2018 году были выборы, совмещенные с законодательными собраниями, явка на дополнительные выборы была меньше, чем сейчас на дополнительных выборах в 2016 избирательном округе. Чем это объяснить? Ну, возможно, высокой конкуренции, потому что, естественно, чем больше кандидатов, тем больше, соответственно, приходит голосовать. Потому что каждый кандидат имеет свой электорат. Больше или меньше зависит от его активности, от его программы, наверное, но вместе с тем, чем, в принципе, ситуация всегда стандартная, показывает о том, что чем больше участвует, чем выше конкуренция, тем больше интерес проявляет избиратель. На остальное не буду затягивать время, наверное, да, предоставлю слово вот еще Александру Санычу, он скажет по работе по нарушениям, по жалобам, которые в период избирательной кампании были. Потом коллеги, наверное, прокомментируют. Александр Саныч Крашенинков, заместитель председателя городской избирательной комиссии. Спасибо за предоставленную возможность выступить. Что хотел сказать, уважаемые коллеги, несмотря на то, что выборы были дополнительными и разыгрывался, скажем так, один депутатский мандат, количество жалоб было сравним с настоящим выбором. 52 жалобы поступили в комиссии, начиная от участковых, заканчивая городской избирательной комиссией. Непосредственно в городскую избирательную комиссию было направлено 25 жалоб, из них 6 жалоб в день голосования. 27 поступили в участковые избирательные комиссии. Но, несмотря на такое огромное количество жалоб, то есть на один округ 52, если экстраполировать на 30 округов, то получается какая-то вообще станоамическая цифра. Все жалобы касались технических моментов. Начиная от того, что в день, предшествующий дню голосования, в субботу, один из кандидатов не обнаружил в кабине для голосования письменной принадлежности. Где-то он не нашел в помещении для голосования в субботу членов участковой избирательной комиссии, хотя их и не должно было быть в субботу, лишь совершаются подготовительные действия, связанные с оборудованием самого помещения для голосования участковой комиссии. В этот момент находится в помещении участковой избирательной комиссии. Также некоторые моменты были связаны с тем, что кандидат, скажем, преувеличивал свои полномочия и считал, что ему должны быть предоставлены копии всех необходимых документов, с которыми работает комиссия. Хотя такое право по закону есть только у членов комиссии с правом совещательного голоса, и право визуального ознакомления с документами также есть у наблюдателей. Кстати, еще раз говорит о роли и значении наблюдателей при проведении голосования. Ну и некоторые жалобы у нас касались условия порядка проведения предвыборной агитации в средствах массовой информации. Наверное, то, что вам больше интересно. За всю кампанию нам были направлены жалобы, касающиеся таких информационных ресурсов, как УПРАВДУ, УПРЭСА и социальный проект газеты «Ульянс сегодня УПРАВДОМ». И по тем доводам, которые были указаны в заявлениях, а также по результатам усмотрения самой комиссии, были внесены предупреждения о недопустимости нарушения закона и соблюдение порядка условий проведения предвыборной агитации в средствах массовой информации. Ну, чаще всего это касается того, что тот материал, который выпускают главные редакторы средств массовой информации, либо без условий порядка оплаты за счет средств избирательного фонда, содержит признаки предвыборной агитации. Может быть, не прямые призывы голосовать за, как вот в одном из материалов, о котором я сейчас еще немного расскажу, а косвенно, то есть содержатся признаки предвыборной агитации, в частности, какие-то позитивные комментарии по отношению к одному из кандидатов и отрицательные комментарии по отношению к другому кандидату. Все это в период проведения избирательной кампании отслеживается, кандидаты ревностно следят за материалами, размещаемыми в отношении них, поэтому городская комиссия для того, чтобы обеспечить равенство прав кандидатов на условия порядка введения этой агитации, с такими вот предупреждениями выходила. Еще один материал касался размещенного в сетевом издании Уллпрессы материала главного редактора в поддержку одного из кандидатов, и несмотря на то, что выходные данные присутствовали о том, что этот материал оплачен за счет средств кандидата, было допущено другое нарушение. Сетевое издание не было зарегистрировано за год до начала избирательной кампании, а это в соответствии с федеральным законом является нарушением. То есть в канун 2020 года, наверное, будет не лишним упомянуть, что все сетевые издания должны быть до начала кампании за год зарегистрированы в установленном порядке. Иначе они теряют возможность заявляться для размещения предвыборной агитации и, соответственно, размещать какие-либо материалы, содержащие признаки предвыборной агитации. В порядке информирования, да, но уже без предвыборной агитации за кого-то из кандидатов, либо избирательное объединение, когда они будут участвовать в больших выборах. Также это и касалось распространения агитационных печатных материалов. Тоже было несколько жалоб кандидатов друг на друга. Размещались агитационные материалы без выходных данных. Подавалась как информация о проведении встреч кандидата с жителями. Но вы прекрасно знаете, что любые материалы, касающиеся любой формы ведения предвыборной агитации, должны уведомляться через городскую комиссию, организующую и окружную на этих выборах. И, соответственно, быть оплачен за счет средств соответствующего фонда. Некоторые выдавали свои материалы информационные за встречу с руководителем домоуправляющей компании, хотя это также должно было оплачиваться. Почему? Потому что на этих выборах указанный кандидат являлся, то есть, вернее, указанный управляющий, директор управляющей компании являлся регистрированным кандидатом. В городской комиссии своевременно направлялись представления правоохранительственного органа, некоторые буквально в течение нескольких часов после выявления нарушения. Тут хотелось бы сказать, может быть, о не совсем оперативном и своевременном реагировании на наши обращения. Хотелось бы, конечно, добиться полного взаимопонимания с правоохранительственными органами, потому что, когда речь идет о серьезных общегородских выборах, и когда распространение указанных материалов может достигать больших размеров, хотелось бы, чтобы правоохранительственные органы более внимательнее и чуть-чуть относились к нашим представлениям комиссии, которые проводят выборы. По некоторым материалам еще в настоящее время проводится проверка страны правоохранительственных органов, какие-то уже переданы в суд. Что касается самого дня голосования, то один из кандидатов нетрадиционно оригинально подошел к проведению своей кампании, оплатил за счет средств фонда изготовление наружной агитационной рекламы на транспортном средстве и разъезжал по округу. К сожалению, он этого делать не мог в день голосования, и правоохранительственные органы составили протокол по 5-10. Это нарушение порядка превыборной агитации в тот период, когда она запрещена законом. Вы знаете, накануне дня голосования, день голосования агитация запрещена. Вот и составили протокол. Понятно, что наказание там скорее больше символическое, чем такое реальное, которое создаст проблему самому кандидату. Но, тем не менее, тут реагирование было на самом деле оперативным. — Наверное, в целом кратко все. Если какие-то вопросы есть более глубокие, я думаю, что потом после выступления коллег можете задавать. — Светлана Николаевна, как оно было? Выборы глазами наблюдателей? — Выборы глазами общественности наблюдателей. Я представляю в данный момент общественную палату Ульяновской области. И хотела бы отметить, что перед общественной палатой стояла задача обеспечить наличие общественных наблюдателей, тех наблюдателей, которые выбираются непосредственно из жителей нашего региона. Проведена была большая работа, конечно, не такая большая, как проводилась перед президентскими выборами, потому что выборы, в общем-то, небольшие были и проходили не во всех муниципальных районах. Но все-таки было открыто 79 избирательных участков, и, соответственно, уже по сложившейся традиции, с расчетом два общественных наблюдателей на участок, было подготовлено 141 человек общественных наблюдателей. Это те граждане, которые прошли обучение по основам избирательного права и осуществляли общественные наблюдения на открытых избирательных участках. Хочу сразу отметить, что никаких нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, выявлено не было. Общественные наблюдатели очень добросовестно отнялись к возложенным на них обязанностям, присутствовали на избирательных участках, отмечали, если вдруг возникали какие-то моменты неточности, обращались в ситуационный центр, передавали информацию. Граждане, которые приходили на избирательные участки, они тоже могли обратиться в ситуационный центр, если выявляли какие-то нарушения на избирательных участках, ну или вообще, если имели какие-то замечания. Но таких обращений практически не было. То есть выборы прошли очень в спокойной обстановке и нарушения не отмечались. Поэтому вот со стороны общественности, общественной палаты, я могу ответственно заверить, что выборы, которые состоялись 8 сентября, были легитимными, нарушений выявлено, серьезных нарушений выявлено не было. И общественное наблюдение, которое обеспечивала общественная палата, было полностью присутствовало на избирательных участках. Ну это, в принципе, у меня вся информация. Да, если какие вопросы будут, я готова буду ответить. Дмитрий Викторович, вам? Коллеги, я буду самым кратким, наверное, да, поскольку у меня нет самостоятельного информационного сообщения, ибо не событий на все, да, я могу сказать лишь о том, что мне будет приятно ответить на ваши вопросы, если они у вас будут. Коллеги, перейдем к вопросам. Народная газета, Творот, Анна Ильич, скажите, означает ли вот ситуация на этих дополнительных выборах, что волна противственного голосования в целом окончена? На самом деле, я не стал бы называть голосование, если вы имеете в виду недавнее прошлое, протестным, либо не протестным. Всегда хочется верить, что избиратель, и у нас есть основания так думать, что избиратель это очень рациональный гражданин, который все-таки свое электоральное поведение строит не по принципу «на зло бабушке уши от морожен», а все-таки делает рациональный выбор в пользу тех кандидатов, которые, по его мнению, готовы решать его проблемы. Нельзя голосовать и выбирать на зло. И мне кажется, эти выборы показали, что все, кто пришли на избирательные участки, они все-таки искали полезных для себя кандидатов. Это вот первая ремарка перед ответом на ваш вопрос. Второе, вот уже анализировали эти выборы в целом по стране, метко было подмечено одним из политиков о том, что нельзя прогнозировать будущее, опираясь на прошлое. На выборных каких-то баталиях это, на мой взгляд, очень очевидно. Потому что, ну, еще Бисмарк говорил, что мы не должны быть теми генералами, которые готовятся к последней прошедшей войне. Также и здесь, в политике. Политика — это не война, здесь невозможно никого победить раз и навсегда. Это всегда живой политический процесс, он развивается волнообразно. Каждая политическая сила в каждом выборном цикле где-то выступает более успешно, где-то менее успешно, где-то делает уроки из каких-то своих ошибок, где-то, наоборот, допускает ошибки. В этом смысле, да, власть, она институциональна. Как бы ни крути, все равно мандат депутата, да, по общему правилу, был бы замещен. А вот кем? Это был вопрос очень многих факторов. И вот прошедшие выборы по небольшому округу, да, хотя бывают ситуации, и я тоже сторонник этой точки зрения, что иногда в этой ситуации, как в капле воды, можно посмотреть на какие-то более общие вопросы. Я считаю, что все-таки Андрей Князев одержал убедительную победу, потому что 59% почти, там без каких-то, да, считанных процентов голосов, это больше, чем все 11 кандидатов вместе взятых. На мой взгляд, результат убедительный. Мы споставляем общее количество проголосовавших, количество недействительных бюллетеней, количество голосований досрочных, количество голосующих вне помещения для голосования. Ни одна из цифр вот так глаза не режет. То есть все было нормально. Поэтому победа, конечно, была честная, легитимная. Что она показывает? Ну, на мой взгляд, она показывает несколько вещей. Мы знаем, что длительность избирательной кампании муниципального уровня, она является, ну так, по законодательству, одной из самых коротких в России. Это 80-90 дней, да, коллеги, по закону. И очевидно, для того, чтобы рассчитывать на убедительную победу, этих дней политику, желающему стать депутатом, недостаточно, чтобы эффективно провести избирательную кампанию. Поэтому будет выигрывать всегда тот, кто начинает рано, кто начинает задолго до. Мы все были свидетелями, что несколько кандидатов и Князев, и Гурьянов, и Гуров, вот первая тройка, они все начали достаточно рано. Князев принимал участие в праймере с Единой Россией, до этого выступал социальными инициативами. Сама избирательная кампания, как очень жесткая, очень ограниченная законом формализованная процедура, вот о чем Сан Саныч говорил, это как раз, наверное, время для политика, ну, скажем так, капитализировать накопленные уже электоральные потенциалы и превратить его в голоса тех, кто придет и проголосует в день голосования. У Князева вот это получилось. Поэтому говорить о том, насколько это перелом тенденции или не перелом тенденции, пока рано, но очевидно, на мой взгляд, можно говорить о следующем, что все-таки избиратель не мыслит, вот первое, деструктивными категориями на зло бабушке уши от морожью, во-вторых, рядовому избирателю, на самом деле, на мой взгляд, неважно, какая будет там следующая дума, красная или трехцветная или еще какой-то окраса, да, нам всем, мы все живем в этом городе, важнее, чтобы это была эффективная дума, чтобы люди, которые представляют интересы, являются депутатами, они были действительно для избирателя полезны. И в этом смысле как раз связка котельников-князев, который в том числе демонстрировал преемственность, да, то есть был депутат, он ушел в другой уровень законодательной власти, остались какие-то, наверное, работы, наказания выполненные, человек себя, который идет, позиционировал, что все, что не будет дорешено, я дорешаю, это вот то, что удалось вот эту связку обеспечить. Второй момент, вот если уж там, как бы, да, я чуть-чуть вышел за рамки вашего вопроса, но нельзя не подчеркнуть, все-таки выборы и общение с избирателем, вот эти выборы, на мой взгляд, показали, это все-таки оффлайн история. Оффлайн история. То есть, ты можешь быть в социальных сетях, мессенджерах сколь угодно активным, но там нет твоих избирателей с точки зрения, там, да, вот, влияния определяющим образом на их волеизъявления. Побеждают те, кто не боятся идти к людям, а люди сегодня непростые. Люди сегодня имеют основания по целому ряду вопросов, может быть, даже более широкому, чем хотелось бы власти, быть недовольными. Но зато они ценят тех, кто идет прямо, иногда прям просто под град каких-то эмоций, не скажу критики, просто эмоции, люди выплескивают. Но, с другой стороны, именно это и является, на мой взгляд, одним из определяющих факторов, после которого люди идут и голосуют, могут проголосовать за этих политиков. Спасибо. И второй вопрос, вытекающий из первого. В избирательной кампании трех кандидатов, которые набрали наибольшее число голосов, как их можно охарактеризовать? Гур, Гульянов, Князь? Ну, это действительно очевидно. Тройка, и по голосам это видно, да? Вот поддержу оценку Вадима Ивановича. Действительно, выборы, которые состоялись, можно назвать высоко конкурентными. 12 кандидатов. Но обратите внимание, вот я некоторым коллегам уже тоже говорил, 6 из них не преодолели отметку в 100 голосов. На мой взгляд, во-первых, это вот неэффективно потраченное время избирательной кампании. Ведь мы как рассуждаем, вот простые люди, да? Если я кандидат, хожу по округу, небольшому округу, кампания идет почти 100 дней. Даже если я в ходе своей работы одного сторонника в день буду убеждать, агитирую голосовать за себя, уже количество голосов, ну, примерно, как минимум за сотню должно, в общем-то, выйти. Но были весьма более скромные результаты. Что касается первой тройки. Во-первых, мы не можем не отметить, да? Князев, вот все-таки моя позиция, он шел как сам выдвиженец, являясь членом партии Единая Россия. И мне показалось, что он сумел использовать потенциал поддержки этой партии. Напротив, Гурьянов, официально выдвигавшись от КПРФ, на мой взгляд, потенциал партии до конца использовать не сумел. Я считаю, что КПРФ могло бы более активно и позитивно поддержать Гурьянова. В них есть мобилизационный ресурс. Мы видим, когда люди приходят на публичные массовые мероприятия, да, к организуемой КПРФ, раз. Это работа в день голосования, наполнение наблюдателями, это агитация тех фронтменов партии. На мой взгляд, в компании Гурьянова ее было недостаточно. Ну, казалось бы, есть ведь хорошие способы, уже, скажем так, из сферы политтехнологических решений. Ведь что мешало, например, коммунистам, выдвигая своего кандидата, ведя за ним в агитационную кампанию, например, строить ее следующим образом. Уважаемые коллеги, вот по соседнему 15-му округу, да, один год назад, по-моему, да, выборным был человек, кандидат выдвинутой партии КПРФ. Посмотрите, как там стало за этот год. Что изменилось к лучшему? Хотите, как у соседей, голосуйте за нашего кандидата. Ну, например, вот такой политтехнологический заход. Нормальный ведь? Нормальный. Но он не был реализован. Почему? Либо нечем гордиться, на гора нечего предъявить избирателю. Тогда в чем основание голосовать за такого же соседа? Либо это просто был нерешенный вопрос. Это вопрос уже, так сказать, к анализу глубокому. Но, тем не менее. Что касается Гурова, Ильи Гурова. Ну, здесь есть результат. Очевидно, что большая часть результата основана на его участии в деятельности, руководстве одной из управляющих компаний. То есть, есть какой-то ядерный вот такой электорат. Но его оказалось недостаточно для того, чтобы претендовать на победу в целом округе. Пускай он сравнительно и небольшой. Это поздно начатая избирательная кампания. Но, вот, опять же, слышал тоже в ходе анализа выступления о том, что вот если бы нам еще две недели, то мы бы тогда. А кто мешал? То есть, понимаете, вот это возникает у избирателя простой вопрос. Насколько тогда обдуманным, взвешенным и созревшим было решение того или иного кандидата идти на выборы? Ну, начинайте раньше, начинайте в мае, начинайте в марте. Начинайте, вот, грубо говоря, сейчас, к сентябрьской, 13 сентября, кампания в городскую думу. Для избирателя, как для потребителя услуг политических, чем больше выбор, чем выше конкуренция, тем этот выбор будет качественнее. Дайте возможность избирателю качественный товар выбирать не из двух сортов сыра, а из 12, из большего количества. Пожалуйста, сколько у нас в Ульяновской области сегодня партии региональных отделений зарегистрировано? По-моему, 27, что ли, из 44. А где остальные партии? Почему они не выдвинули кандидатов? В отношении Гурова интересный тоже момент, который хотелось бы подчеркнуть. Были кандидаты от СССР, от ЛДПР. Посмотрите, они набрали голосов меньше, чем набрал беспартийный самовыдвижение с Гуров. В этом смысле я бы обратил внимание на тот факт, что все-таки для людей важно на муниципальных выборах. Важна личность. То есть голосует прежде всего за человека с конкретным набором мнений, профкомпетенций, человеческих качеств, политической воли. И только потом за бренд. Поэтому, если кто-то считает, что будут наступить большие выборы, и можно вот только махая там флагом определенного цвета, даже не буду говорить какого, мы все цвета партийных всех флагов примерно знаем, ведущих, и это будет давать автоматом какие-то победы, преференции, думаю, что это очень неоднозначно. Все-таки личность человека и те партии, которые планируют выставлять своих кандидатов тотально по всем или большинству округов, на мой взгляд, главная проблема у партий – это кадровый состав. Надо искать, подбирать, воспитывать, образовывать, затачивать качественные кадры, которых не стыдно, как минимум, а как максимум полезно предъявить избирателю на больших выборах под своим партийным флагом. Вот так и я бы ответил. Спасибо. Коллеги, какие есть вопросы? У меня есть вопрос про Маргариту, портал пресса. Про досрочное предварительное голосование. Позвольте. Вопросы прочитаю, если позволите. Анализ итогов выбора голосования показал некоторое отклонение от нормы. То есть из 3714 проголосовавших, 661 человек проголосовали досрочно. Это в процентном соотношении 15-11 от общего числа. К примеру, на выборах в Городуму 2015 года на большинстве участков досрочных голосов было 7-8. Как избирком может объяснить такую разницу? Давайте я на отвечу. Спасибо за вопрос. Давайте все... Всегда я укроется в деталях. То есть я укроется в деталях. Всегда много ли мало, все относительно. Вот смотрите, вот вы говорите, там 15, если взять от числа принявшего голосования. А если от общего числа избирателей, то это 3,5% эти 561 человек. Дальше. 561 человек на 10 дней, досрочное голосование длится в течение 10 дней. На 10 избирательных участках. То есть что это получается, да? Это получается, если 561 в среднем делить на 10, это получается на один участок 56 человек в среднем. На 10 дней, то есть 5,6 человек в день, ну 6 человек, ну 5 или 6 человек в день, да? Много это или мало? Наверное, цифра нормальная. С точки зрения, можно ли сравнивать с 15-м годом и средним температурой по городу, наверное, не совсем корректно. Почему? Ну потому что в разных округах разные люди живут, да, все-таки, да, с разным... Со своим... Досрочное же голосование это что? Это возможность для тех людей, которые не могут в день голосования, в силу уважительных причин, отпуск, командировка, режим трудовой, учебной деятельности, не могут прибыть на избирательные участки, да? Поэтому сравнивать жителей там ближнего Засвияжи в 2019 году с жителями всего города в 2015 году, кто где работал, как отдыхал и так далее, это совершенно разные вещи. С точки зрения того, что общая доля, да, говорю еще раз, проголосовало почти 3 800, да, досрочно 500 с небольшим, никак не говорит о том, что какие-то цифры, которые могут вызывать опасения, сомнения или подозрения, да? При этом, еще раз говорю, что на сам ход досрочного голосования ни от одного из кандидатов, ни от наблюдателей, ни от кого не было, не поступило ни одной жалобы, не было. Ведь досрочное голосование там может вызывать какие-то опасения, подозрения в одном случае, когда есть факты там или обращения хотя бы, даже не факты подтвержденные, о том, что кто-то кого-то умышленно, насильно или там путем подкупа вел на избирательные участки или подвозил там, да? Мы вот вчера с одним из журналистов из ваших коллег беседовали в телефонном режиме, я даже предполагаю, кто этот вопрос задал, мы разговаривали в телефонном режиме, поэтому и он вспоминал события там 10-летней давности, был в одной избирательной кампании по дополнительным выборам на досрочку. А вот помните 10 лет назад, 11 уже там, на досрочное голосование автобусом подвозили, вот, поэтому, но здесь же нет фактов о том, что кого-то привезли на досрочку, кого-то подкупили, кого-то привели. И вообще ни одного, вообще даже обращения по факту досрочного голосования не было. Неужели вы думаете, что за 10 дней, если бы были какие-то обстоятельства, свидетельствующие о нарушении законодательных норм, неужели бы никто из 12 кандидатов, а друг к другу, кандидаты друг за другом очень пристально следили? Я могу сказать, что из 25 обращений, которые поступили в Ульяновскую городскую избирательную комиссию за время избирательной кампании, 12 обращений произошло от зарегистрированных кандидатов. И вот как раз про тот автобус, который Сан Саныч говорил, брендированный, который один из кандидатов в день голосования использовал, перемещаясь по избирательным участкам, полиция привлекала к ответственности по обращению, даже не избирательной комиссии, по обращению другого кандидата. То есть, конкуренция, она в том числе происходит ведь не только в борьбе за голоса в прямую, но и в конкуренции приводит к тому, что каждый из них, это повышает прозрачность процесса, потому что каждый кандидат следит за другим, чтобы тот находился в рамках правового поля. И у конкурента, в кавычках, и бревно у себя не видно, а у соринка-то в глазах конкурента она всегда видна больше. Поэтому, ну вот можно свидетельствовать, наверное, это лучший ответ, что ни одного обращения по поводу процедуры досрочного голосования не было. То есть, поэтому даже оценить его в качестве какого-то непрозрачной процедуры или незаконной процедуры нельзя, потому что все сопоставимо. Я бы даже чуть-чуть дополнил бы. В.Вадим Иванович, в ответе на этот вопрос, есть еще понимание модели голосования. То есть, как вообще избиратели голосуют? Когда назначается выбор, да, часть избирателей не ходит на выборы, ну просто не идет. Никогда не хожу и сейчас не пойду. Вторая идет, то есть они всегда ходят, у них есть такая модель, ходить. Но пока еще кандидаты неизвестно. О ком-то в ходе избирательной кампании становится известным, о ком-то нет, но это в силу активности самого избирателя прежде всего. И досрочка, коль уж она предусмотрена законом, есть такая по закону возможность, это, как правило, голосование уже определившихся кандидатов. То есть, я точно знаю, за кого я пойду голосовать. И если у меня, вот я бы сам 1-го 8-го сентября голосовать не пошел. Слишком хорошая погода, слишком много дел за пределами города Ульяновска. Вот, но если я знаю, за кого я, какого я хочу поддержать в течение этого времени, 10 дней, я найду возможность прийти и проголосовать. Это занимает минуту, да, потому что остальная часть людей, она сомневается до последнего, и сомневающихся до последнего, 2 трети так и не приходят голосовать. То есть, они в принципе ходят, но в этот раз так и быть не пойдут, это называется. 30% приходят и уже по сведению о кандидатах только делают фактически флеш выбор. И вот это практически из выборов выборов модель поведения одинаковая. Поэтому, резюмируя, чуть-чуть большая активность проголосовавших досрочно может определяться количеством кандидатов. То есть, чем больше кандидатов, тем больше количества желающих поддержать каждого из них. Тоже одно из объяснений, вот чисто такое модельное. А можно мне еще добавить по этому вопросу? Я опять же со стороны общественности скажу. Я, например, могу сделать вывод, что если большее количество граждан пришли досрочно проголосовать, это говорит о высоком правосознании этих граждан. Что, будучи занятым в день голосования, и они не могли прийти на избирательный участок, они выделили все-таки время в своем графике и пришли досрочно проголосовали. Но таким гражданам все-таки нужно только респект поставить. Можно тоже небольшую ремарку в ответ на ваш, видимо, и не только ваш вопрос. Вчера в Коммерсенте, да, соответствующий материал был у Сергея Титова. По поводу досрочного голосования у кандидатов, членов комиссии совещательным голосом было право требовать у членов комиссии правом решающего голоса составить акт о результате голосования досрочно. То есть попросить излечь из стационарных ящиков те бюллетени, в которых стоят отметки на обратной стороне в случае превышения 1% от проголосовавших на участке и убедиться, за кого распределись голоса. Но никто из кандидатов из 12, ни членов комиссии, которые были назначены, об этом праве не заявил. Что свидетельствует о том, что ни у кого вопроса к процедуре голосования, в том числе досрочного, не было. Ну а по поводу активности, я думаю, что, во-первых, тут два момента. Первый, высококонкурентные выборы такой вирусный эффект имели, то есть нам звонили, говорили, а у нас в округе будет выбор или нет. И мобильный избиратель, который был на выборах федеральных. То есть вот эта вот привычка голосовать, скажем, там, где бы я ни был, она вот вызывает практику поведения избирателей в аналогичных компаниях. А я могу проголосовать. И когда альтернативная либо открепительная, либо досрочка, люди по инерции начинают использовать из имеющихся вариантов тот, который на этих выборах применим. А это институт досрочного голосования, потому что мобильный избиратель на муниципальных выборах не применяется. Ну и говорю о том, что, по продолжению Александра Александровича, я тоже сказал, то, что части избирателей соседних округов даже очень, есть факт, расстроились, что у них не было выбора. Это было, потому что мне даже звонок поступал вечером поздно в субботу, жительница соседнего 17 округа, получив агитационный материал, ну, видимо, на улице раздача была, не знаю, да, то есть она очень расстроилась, что у нее выборов нет, и она завтра не может идти голосовать. То есть, поэтому, все-таки, это не может не радовать, что интерес к выборам все-таки есть. Коллеги, какие есть вопросы еще? Джангир. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, который мне задают многие старые партийцы и выделяйте, участвующие в политике. Было время, и мы с вами это время заставили очень хорошо, когда даже сильный, очень потенциально сильный кандидат, имеющий за плечами, по несколько предприятий, трудовые коллективы, хорошие деньги, хорошую поддержку, изо всех сил стремились под защитный бренд Единая Россия, и обязательно не рисковали сами самодвиженцами, только от Единой России. Сейчас князь пошел самодвиженцем. Я понимаю, как Солдмитрий Викторович, на муниципальных выборах очень важен личность кандидата. Это вполне логично. Но не является ли то, что участились случаи самодвижения, даже членов партии, не является ли только трендом, тенденцией отказа от партийного бренда, или это токсический выбор, в достаточном мере, случайно? Мы видели, что выбор губернаторов, некоторые члены партии ТОРа пошли самодвиженцем. Мы знаем, почему они победили. В этом нет сомнений, было сделано блестяще, когда работали. А вот здесь, за этим маленьким фактом, больше с нас смогут, это долгосрочный тренд регионального и федерального масштаба, либо токсический выбор, господин Князев. — Ну, это вряд ли вопрос, наверное, к городской избирательной комиссии. — Да, это Дмитрий Ильич, скорее к вам как представителю политологического, хотя, на самом деле, к самой партии, наверное, к самому Князеву, наверное. — Я думаю, что да, вопрос вряд ли в первую степень ко мне, но из тех, кто перед вами сегодня трудится, наверное, все-таки ко мне. Думаю, что кандидат Андрей Князев должен по возможности сам ответить на этот вопрос журналистов. Во-вторых, наверное, это вопрос к «Единой России», в данном случае, к тем руководителям, которые сегодня организуют политическое руководство региональным отделением. — Я бы сказал так, что, безусловно, возможность выступления самовыдвиженцами, она в последние выборы увеличилась. Тактика это или не тактика, я думаю, что оттенок тактики, безусловно, есть. Я думаю, что это эмоционально-политический такой авторшок после событий, связанных в том числе с реформой пенсионного законодательства прошлого года. Но не могу не отметить следующий момент. Мы же говорим, как серьезные люди, да, это же не агитационная история. В уставе «Единой России», насколько мне известно, раньше был прямой запрет о том, чтобы член партии выдвигался в порядке самовыдвижения. Сегодня этот запрет в ходе изменений, которые в уставные и иные документы нормативные, да, обеспечивающие участие кандидатов от партии «Единой России» в их избирательных кампаниях, он отсутствует. То есть появилась такая свобода. Во-вторых, история с губернаторами, самовыдвиженцами и депутатами – это разные истории, потому что они регулируются разными законами. Если, допустим, по сложившейся практике у нас есть несколько типов выборов губернаторов, вы знаете, да, некоторым регионам, в основном Северный Кавказ, там допускается выбор губернаторов, руководителей субъекта депутатами регионального законодательного органа, и в день голосования, насколько я помню, в трех субъектах СКФО были именно такие выборы, то в 2016 были прямые выборы населением. Опять же, в большинстве субъектов на сегодняшний момент, пока, насколько мне известно, возможно выдвижение кандидатов на высшее должностное лицо субъекта только от партий. То есть порядка самовыдвижения нет, таких регионов явное меньшинство. И очевидно, что люди, если в законе есть такая возможность, то каждый кандидат, он сам рассматривает, да, тактику своего политического движения в процессе. Будет он этой нормой пользоваться или не будет. Поэтому это вопрос всегда тактики. Вопрос, чем она вызвана. Вот. Чем она вызвана? Но, опять же, отталкиваясь от результатов единого дня голосования для Единой России по субъектам, она очень пестрая. Мы видим, что такое Хабаровск. Но в данном случае надо понимать, что у Хабаровска есть три причины. Во-первых, Хабаровск это исключение, на мой взгляд. С одной стороны, вот электоральный результат ЛДПР. Во-вторых, и не надо его мешать с правилом, и не надо видеть в нем тенденцию. Во-вторых, здорово, что у нас в разных регионах люди голосуют по-разному. Почему? Ну, потому что в Хабаровске есть свой бэкграунд у всех партий, в том числе у Единой России, которая, может быть, не самая симпатичная на сегодняшний день, там лицо имеет. Может быть. С другой стороны, результат прошлых выборов губернатора Хабаровского края показывает, что просто ныне действующая региональная власть сумела политически, опять же, капитализировать свою прошлогоднюю победу в электоральных результатах этой партии на территории этого края. Я так считаю. Ну и в-третьих, есть исторический аспект. Кто проследит историю итогов выборов на Дальнем Востоке, всегда увидит, что ЛДПР всегда имел там исторически высокие результаты. Почему? Это вопрос к тем, кто, на мой взгляд, выстраивает единую федеративную политику в стране. Далековато от Москвы. Может быть, не всегда люди удовлетворены реакцией федерального уровня власти на свои местные проблемы, пожары, наводнения, экономическая политика, миграционная, образовательная и так далее. Но это уже за рамками нашей сегодняшней дискуссии. То есть, есть только одно общее замечание. Выбор людей, потому что это выбор большого количества всегда. Не важно, здесь две с половиной тысячи избирателей в одном округе, в Ульяновске, десятки тысяч, сотни тысяч избирателей. Он в массе своей, как средняя величина, он всегда рационален. Такое количество людей нельзя не запугать, не обдурить. То есть, и задача как раз тех, кто организует выборы, кто собирается в них участвовать, как раз в том, чтобы посмотреть, а чем в этот раз на конкретной территории обусловлен такой выбор. У всего есть причины. И чем четче они будут названы, тем эффективнее будет попадание в цель на следующих выборах. И здесь нужно не политизировать, потому что, почитаешь наши комментарии интернет-каналов, ну вот я могу сказать, что оно не совпадает в масти своей с волеизъявлениями реальных избирателей на реальных выборах. Я думаю, что все, кто следят за контентом, это подтвердят. То ли у нас слишком много троллей стало, и мало уже тех, кто добросовестно, информационно свои реальные мнения высказывает. То ли какие-то другие причины существуют. Но вот если, например, моя оценка личная, если выборы как процедуры у нас уже достаточно корректны, все-таки, то есть запрос на справедливость реализуется достаточно высоко, нет уже одиоза, то, что раньше еще в середине нулевых называлось грубым использованием административного ресурса, там через колено ломанием. Ну, если есть, предъявите его, коллеги. Вот раз каждый раз выборы за выборами мы ищем убедительной вески. Понятно, что стерильной частоты не будет, ее нет даже в медицинских лабораториях. Вопрос лишь в том, как эти факторы, насколько они уже влияют. Нет сегодня такого прям вот грубого заката, я не увидел. Если есть, готов подискутировать с вами, с теми, кто смотрит нашу трансляцию. Готов говорить о том, что есть. То вот в виртуальной истории о выборах, вокруг выборов, вокруг кандидатов, пока достаточно много попыток, вроде бы под информационным флагом, навалять в пользу, топить за или против кого-то. Надо все-таки быть более в этом смысле ответственным. Но это призыв, как бы, к неограниченному кругу лица. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич. Какие, коллеги, еще вопросы? Есть? Или все выяснено? Да, Джон Гирькович. Ошеломляющий успех коммунистов в прошлый год на выбор ССО в то же время выявил слабость их кандидатов и случайность победы по многим кругам. Мы это видим на заседании в ССО, как они выступают, как они себя ведут, их фракции и прочее, их решения. Что хочу сказать? А вот за год вот эти выборы показывают, но я вам просто хочу узнать компетентное мнение, показывают, что они, видимо, как бы эти проблемы не решили, раз выдвинули человека с очень неоднозначной репутацией, и даже не приехали его поддержать. Никто из руководства регионального КПРФ, серьезных людей, не пришел поддержать этого человека, занявшего второе место куверену на выбор. Пусть они заранее махнули в него рукой, или выборы коммунистов, или так, для галочки, просто, формально. Опять? Дмитрий Иванович, опять вау. То есть у вас такой диску. Ну, еще раз говорю, давайте вот все-таки говорить не на уровне догадок. Вопросы, которые, Джангер, вы сейчас задаете, их нужно адресовывать вот к участникам, да, к акторам. Я могу лишь сказать все-таки, что от своего первого тезиса оттолкнуться. Избиратель нуждается в эффективном депутате. Мое убеждение. И в этом смысле напомнить известное, в общем-то, выражение Федора Михайловича Достоевского, что достойный человек – это не тот человек, у которого нет недостатков, а тот человек, у которого есть достоинство. Поэтому, если избиратель понимает, что достоинство весь у этого человека, да, нас это не волнует, там, служил в армии, не служил, хотя кто-то меня сейчас будет за это критиковать, да, женат, разведен, там, и так далее. Если он может эффективно выполнять свою депутатскую работу и быть полезным человеком, это будет определяющим, во всяком случае, фактором при электоральном выборе людей. Хотя это не умаляет, мы всегда предъявляем, депутат – публичная фигура. В силу этого всегда особое публичное внимание к его доходам, расходам, семейному положению, образовательному уровню. Это все бесспорно. Вот, как бы, да, отметая какие-то, возможно, там, неправильные толкования моих слов, я говорю об определяющем факторе. Достоинство. Вот и все. А все остальное? А кто поддерживал Алексея Куриного, когда он становился депутатом? Кто его приезжал поддерживать? Он сам сначала в одном случае, потом в другом, да, там, в разных уровнях депутатов одержал свои в то время победы. И мы не говорили, почему там вот его там не поддержали, не приезжали там люди выше. Хочешь быть депутатом – ты веди себя как депутат. И встрой свою избирательную кампанию, встречайся с людьми, собирай наказы, проявляй такую активность, которая позволит в пользу тебя сделать определяющий выбор. И все. Без подпорок. Ну а все остальное, еще раз говорю, тем, о ком вы спрашивали. Коллеги, какие вопросы еще есть? Есть или вопросы из чата? Спасибо вам. Достаточно продолжительное время, работаем 50 минут. Поэтому спасибо всем огромное. Спасибо за внимание.